Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 26 ноября 2020 года. Готовясь к очередному видео, я наткнулась в недрах своих папок на старую аудиозапись четырехлетней давности. Что это именно записано в 2016 году, я показываю запись с экрана. Тогда я только год как стала заниматься так называемой альтернативной историей, вдохновленной работами Алексея Кунгурова. Одна из первых работ, а я, кстати, не думала и не гадала, что так втянусь в это дело, и у меня не было такой цели. Одна из первых работ была посвящена очерку Николая Бестужева о колоннах Исаакиевского собора. Ну, якобы Николая Бестужева, декабриста, и я доказываю, что это не он писал этот очерк, и что он вообще его не писал этот очерк. Почему я втянулась в тему альтернативной истории? Потому что, ну, во-первых, не люблю наглого вранья. Это когда врут в глаза, врут уверенные в том, что ложь не будет никогда разоплачена. Кто из моих ровесников зачитывался книгой Каверина «Два капитана» меня поймет, когда нужно доказать истину. Вот из принципа «Доказать». Вот есть такой азарт такой включается. Ну, вот у меня включился такой азарт, и я стала заниматься альтернативной историей. Вот одно за другим, одно за другим. А в голове прозвучала фраза из фильма «Анализируй это». И я решила показать вам старую запись. Проанализировать это все, вот, 4 года. Ну, быстро так, насквозь. Просто быстро проанализировать. Ощущения. Анализирую. К 2016 году для меня что оказалось? Вот говорю я о себе, так как имею право говорить только от своего имени. Ведь были те, кто знал эту историю настоящую гораздо раньше. Оказалось, что нам лгали наши советские историки. Большинство из них свято верили, как сейчас маска блюды свято верит, в тряпочку на лице, что эта тряпочка волшебная убережет их от злого вируса. Так и основная масса историков, советских, я сейчас говорю именно о советских, многие поколения свято верили в три столпа истории. Это «Повесть временных лет», «Нестора летописца», «Слово о полку Игореве» и «Радзивилловские летописи». Я не шучу, но именно на это опирались официальные историки в вузах и исторических кафедрах, как на базис и основу. Об этом лично мне писали сами историки, преподаватели истории. Осталось в советской историографии и Романовой, как наследные цари, и Петр Первый, как великий реформатор и создатель флота. Осталась и татаро-монгольская ига, хотя монголы не в курсе о таком. Осталась и нормандская теория, то есть основана на сказках Нестора, летописца того же самого. «Приди к нам, глупым русам, земля наша обильна и сильна, но управлять мы не могем. Приди и владей нами. Ну кто не помнит это? Какая прелесть! Приди и владей! Мы, выражаясь современным языком в записанном паспорте Рефи, недееспособные мертвые физлица, придурки. Бог землю нам дал, обильную, но мозгов, дескать, не вложил. Тупы, батюшка, придите, дорогие норманы, германцы, дебриты, о двадцати языках, которые вся конечность, приди, запады и владейте нами. И всю эту муть преподавали в советских вузах и школьных советских учебниках. Это происходит и сейчас. Просто один в один. Дербанят землю нашу, захватчики, но уже поумнее стали, чем были. Через местных предателей, управленцев, дербанят. Советский Союз, то есть Союз Советских Социалистических Республик, а не какие-то там Союзы СССР, как вот сейчас называют Союз СССР, или Союзы какой-то Святой Руси, Союзы Народов и по списку. Итак, СССР восстанавливается, народ понемногу просыпается и охреневает. Прошу за мой россиянский язык. Пока спал, что здесь басурмане поганые натворили. Итак, нельзя в СССР идти со старыми учебниками истории. Историю пишут победители. И уже нам тут понаписали такого, что вот разгребаем и разгрести не можем. Ну вот как бы альтернативщики. Хотя я могу сказать, что среди альтернативщиков очень много подсадных, очень много заказных, очень много конъюнктурных. Это сделано специально для того, чтобы размыть истину, для того, чтобы даже если кто-то нащупает что-то, чтобы это всё потонуло в общей массе такого рентиви, такого вот фантазийных и глупых россказней, фильмов, чтобы обычный человек запутался, попадая на тот же самый Ютуб, в соцсети, он не смог сам разобраться и принять решение, кого же всё-таки слушать. Были и честные официальные историки. Например, Светлана Жарникова, Александр Пыжиков. Но их убрали, потому что именно официальные нельзя мундир портить. Честь, так сказать, которая не честь, но вот они замахнулись как бы на эту честь, не честь, которая не честь, мундир в нечисть, не честь в мундире такую, вот на неё замахнулись, и портить это нельзя. Поэтому их убрали. Потому что Александр Пыжиков буквально за несколько дней до своей смерти сказал, озвучил, что он нашёл неопровержимое доказательство в архивах о том, что Романовы самозванцы, но через несколько дней его не стало. Такое вот странное совпадение. Тем более сейчас идёт борьба именно за восстановление монархии, за романовские деньги, романовские виндзоры и все эти королевы Елизаветы. Все они связаны с Романовыми, с Российской империей. Сейчас очень много лже-восстановителей СССР, которые на самом деле под СССР восстанавливают монархию. Таких очень много. Я просто сейчас не буду их называть, потому что люди должны сами разобраться. История – это один из приоритетов управления. Это управленческий факт. Это не мои, скажем, домыслы. Это абсолютный факт, что история – это управление сознанием. Учебники пишутся для детей и с малых лет управляется сознанием человека. Вот он растёт, если он в школе преподает определённую, получает определённую информацию, он вырастает с этой информацией, его мозги прошиты этой информацией, как у нас у всех были прошиты мозги определённой вот этой информацией нормандской теории. Где мы в это верили, ну потому что нам же взрослые дяди говорили, дяди, тёти, ну они же не могут его врать. Ну в энциклопедии уже написано, ну не могут же все врать. Могут, очень даже могут. Потому что многие, они не то что врут, они просто передают это враньё. Они не задумываются, они вопросы не задают, потому что они потеряют работу. Они потеряют статус. Они не получат систему поощрения. Поэтому сидят и молчат в тряпочку. Вот как сейчас москоблюда молчат в тряпочку. Точно так же и при Советском Союзе. Такие же москоблюда молчали в тряпочку. Поэтому и Советский Союз довели к этому 90-м годам. Именно вот то, что сейчас приходит. Видите, какое-то количество людей. Есть патриотичных, действительно, у которых душа болит, живых людей. Остальным-то вот как бы наплевать. И вот за счёт этого равнодушия большинства происходят все преступления в мире. За счёт равнодушия большинства. За счёт этого какого-то пофигизма или какой-то тупости. Я даже не знаю, я не знаю, чем это объяснить. Пока не знаю. Я думаю, всё равно мы это узнаем. Потому что ростки поднимаются в сознании людей. Пускай медленно, пускай их мало. Но они восстанавливаются, они поднимаются. Тяжело сквозь эту ложь, но они прорастают сквозь неё. Нужно просто терпение. И эти 4 года исследования альтернативной истории, они как раз об этом говорят, что вода камень точит. Нужно терпение. За 4 года мы сделали огромную работу. А сейчас я хочу вам предоставить эту запись, которая была именно в 2016 году. Я сделала это 8 минут. Вот были мои мысли на тот момент. А потом я вам зачитаю тоже на 2016 год комментарий с одним троллем, который был не простой тролль, а такой подготовленный тролль. И дальше сделаем выводы уже на сегодняшний день. Данная запись посвящена будущей статье, может быть, ролику, исследованию. Ох и странные эти романовые. И конкретно времени правления Петра Первого и вообще начало вот этого отсчёта, той династии, которую мы называем Романовой. У меня возникли, скажем, разногласия с официальной историей, совершенно случайно. Да не то, что разногласия, это даже разногласиями назвать нельзя. Это, скажем так, скорее несоответствия, которые стали обнаруживаться в процессе работы совершенно над другими вещами. Например, я исследовала тему Бестужев и колонны Исакия. Для того, чтобы понять, писал он этот очерк, не писал. Выяснилось, что не писал. Выяснилось, что не был очевидцем. Ну, по крайней мере, по тем цифрам, по тем официальным данным, которые стройно рядами стоят сейчас и зафиксированы на всех официальных сайтах, во всех официальных источниках, в энциклопедиях, во всех книгах по архитектуре. Там стоят именно эти последние цифры. То есть их почистили с ними, все согласовано и все хорошо. Скажем, когда мы смотрим какую-нибудь историческую передачу, там сидят эксперты, сидят ведущие, и эксперты, у которых есть большие статусы, кандидат исторических наук, доктор исторических наук, профессор. То есть регалий очень много. И когда один из них, из гостей, с такими регалиями, начинает рассказывать, как само собой разумеющийся, некий повествовательный момент, что было то-то, то-то, пошел туда-то, туда-то, построил то-то, то-то. Второй собеседник, который в этот момент молчит, но он кивает головой, ведущий кивает головой. Если находятся еще какие-то эксперты по истории с такими же статусами, они тоже стройно кивками соглашаются, и у зрителя создается стойкое впечатление, убеждение, что так оно и есть, и по-другому быть не может. И вот когда ты идешь собственным путем исследования, видишь, что что-то не то, что то, на что кивают так стройно ученые мужи, как-то оно вот, что-то не сходится, что-то не связывается. То есть, получается, у них вроде бы какая-то есть своя собственная неизвестная тебе логика, тебе, стороннему наблюдателю, я имею в виду. То есть, у всех этих экспертов, у них есть какая-то своя общая договоренность, своя логика, которая тебе неизвестна. Если ты самостоятельно начинаешь сопоставлять документы, которые есть в открытом доступе, на которые, собственно говоря, ссылаются все вот эти эксперты, когда ты начинаешь сопоставлять эти даты, читать более внимательно, ну, более скрупулезно, ты начинаешь видеть, что они совершенно не склеиваются. То есть, что-то вроде бы сходится, а потом раз и какие-то прорывы, которые не сходятся. Ты начинаешь искать в официальной истории, а там вообще ничего нет. Тогда у меня вопрос. Вот когда они так стройно кивают головами, они на что кивают? Или это просто шоу-программа, на которой им сказано кивать и улыбайся, кивай и улыбайся. Вот иногда у меня создается такое впечатление, когда я смотрю именно программы на эти темы, на исторические темы, которые не так-то уж и многим интересны населению, да, согласитесь? Когда мы смотрим передачу какую-нибудь историческую, то создается впечатление, что это такой сговор, специальный спектакль для зрителя, чтобы тот не усомнился в том, что историческая официальная версия верна и других вариантов быть не может, потому что вот все они названы профессорами, академиками, кандидатами исторических наук, и все они согласны, кивают головой. То есть у них вот эта непрерывная линия, она именно таким образом простроена. Поэтому все те, кто сомневаются или предлагают какие-то альтернативные вещи или просто задают неудобные вопросы, они глупцы, несут чушь, ахинею. Ну и просто они непрофессионалы. Их просто нельзя допускать, потому что вот есть группа неприкасаемых людей, группа людей, которые имеют монополию на истину, на историю, историческую правду, историческую канву. Всем остальным задавать вопросы запрещено. Но это стопроцентная оккупационная политика. То есть это захват исторической инициативы. И ничего другого. Это стопроцентная манипуляция сознанием. Соответственно, уже становится некой мельфо. Если человек бьет себе кулаком в грудь, что он там заканчивал советский какой-то исторический факультет, а у меня были такие люди, которые именно с большой гордостью, то какой исторический факультет они заканчивали? Историю КПСС, марксизма-ленинизма. И на основании вот этих вещей историки советские, они и утверждают свое право на историческую истину, на разговоры об истории. Все остальные должны вообще молчать и не вякать ничего. Очень интересный подход. То есть народ, население, оно ни при чем. За него все решили. За это население. У него нет никакого права на то, чтобы знать свои корни. Вот в чем суть вот этой монополии на историю. И это когда-то было создано. И это существовало. Потому что все, что было против, все, что какие-то неудобные вопросы, они прерывались цензурой. Сегодня это невозможно сделать по единственной причине, потому что есть интернет. Если бы не было интернета, все бы продолжилось дальше. Но раз появился интернет, значит, что-то происходит. Сразу начинает информация выходить наружу. То есть уже все, столько дырок, что их все не заткнешь своими статусами, регалиями. То есть это неубедительно. Это убедительно для обывателя, у которого нет никакого образования, который ничего не говорил. Может быть, для кого-то это убедит. Но всех это не убедит. Регалии регалиями, дипломы дипломами, но надо и самому что-то знать, и объективно рассуждать и давать какие-то факты. То есть свою собственную умственную работу показать. Потому что одними кулаками в грудь, да я там профессиональный историк, уже сегодня это не прокатит. Я профессионал, а вы несете чушь, ахинею и так далее. То есть мы проверяем факты. Мы проверяем факты, мы проверяем официальные версии и только официальные, потому что других у нас нет, у нас нет неофициальных. И вот в этих как раз-таки официальных версиях, в этих устаканенных, застолбленных, написанных и впечатанных, вот и есть все это несуразица и несоответствие. И вот одна из моих первых работ, ну не первый, естественно, фильм, но вот так вот я втянулась, начала именно с Бестужева, строительства Исаакиевского собора, о том, что Бестужев не писал очерк колонны Исаакиевского собора в Сыне Отечества за 1820 год. И это вторая серия, я уже доказываю, что он здесь не писал, потому что есть первая часть. А здесь я в описании написала, что продолжаю видео по подсказке Алексея Кунгурова о том, что декабрист Николай Бестужев не мог быть очевидцем строительства Исаакиевского собора во время установки колонн по официальным датам установка 1828 года, так как был в это время на каторге в Сибири и не вел даже переписку с родными, вышел на поселение в 1839 году. У этого очерка две официальные даты написания, 1820-й, в работе Барановской, 1954-го и 1984-го года статьям «Петербург в русском очерке XIX века». Издательство Ленинградского университета 1984 года, я даю ссылку, есть в интернете, с тестировкой очерка 1839 года. Налицо расхождение не только по датам, но и по стилю изложения, по той глупости в техническом описании о судах, на которые перевозили колонны, которые профессиональный моряк-инженер не мог написать. Видео основано на проверке только официальных дат и информации, которые фигурируют во всех официальных источниках, книгах специалистов, авторов по Санкт-Петербургу, биографа, библиографа. Ничего личного, только факты. И здесь вот Алексей Кунгуров написал свой комментарий в письме в 1837 году. Он указывает, что железные дороги применялись на заводах давно. Первый паровоз был построен в России в 1834 году Черепановыми. Первая железная дорога в России построена в 1837 году. Остается открытым вопрос, почему эти железные дороги описаны Бестужевым, упущены в нашей истории, и какой привод железной дорог к тележек применялся. Ну и сюда налетели тролли. Вот тогда они еще в то время, они настолько были активны, они настолько вот, ну просто стаи именно летали. Я хочу сказать, что сейчас они попритухли, потому что такое количество людей проснулось, стало видеть очевидные вещи, как вот многие, по крайней мере, мне пишут, что благодаря вашим фильмам я стала смотреть на эти дома, я стала видеть то, что мимо чего ходил раньше, или ходил мужчина и женщина, пишут разных возрастов, о том, что они стали по-другому видеть то место, тот город, в котором они живут. Они стали замечать эти вещи, которые раньше просто как бы замылены были, как бы скрыты, то есть ты имеешь глаза, но не видишь вот тот самый момент, ты имеешь уши, но не слышишь тот самый момент, а сейчас глаза становятся зрячими, то есть ты имеешь глаза, и ты начинаешь видеть, не просто вот скользить взглядом, а ты начинаешь видеть, ты видишь эти нестыковки, ты начинаешь просто думать, а как я раньше этого не замечал. И вот сюда пришел один из непростых троллей, потому что простые тролли, они просто глупости пишут. А здесь, в общем-то, вот он. Сейчас я его найду. Вот этот тролль, он нападает, естественно, на меня. В том числе, что я тут и дилетант, и... Ну, а Кунгуров там вообще... Кунгуров там вообще не алло. Я просто сейчас уже... Сейчас не могу. Не хочу просто тратить ваше время. По большому счету, я могу вам дать ссылку на этот фильм, и вы можете сами полностью прочитать переписку вот с этим покемоном. Потому что, когда переходишь на ссылку вот этого товарища, то... Где он тут? Страница, на которой нету видео. И странные каналы, на которые этот человек подписан. Вот они. Он и есть покемон, да? Это тоже как-то характеризует вот эти подписки этого чела или кто он там, этого тролля. Вот эти все мультяшки такие. Это уже сейчас, на сегодняшний момент. На тот момент были только вот одни вот такие. Вот такие картинки были. Мультяшные. Очень странный товарищ. Я так полагаю, что этим троллям... Ну, они, может быть, за пять копеек продавались. Просто каналы свои продавали. Здравствуйте, дорогие друзья. Я с вами Голена Конышева. Это видео я хочу посвятить очень интересному, на мой взгляд, исследованию, которое я провела неожиданно для себя. Покемон, вот в этой переписке со мной, он, значит, меня убеждает, что я просто вру, что я просто там вообще вот из пальца что-то высасываю. Хотя я в описании под видео написала, на чём я ссылаюсь. Я ссылаюсь на очерки на работе, на серьёзной работе историка Барановской, Татьяны Барановской, а не обо чего конкретно по Бестужеву, по его биографии. Здесь вот это надо тогда спорить с историками. И вот он мне тут это вот палки в колёса вставляет, вставляет, вставляет. Допустим, он мне пишет этот обман. Автор ни разу не брала в руки первоисточник, хотя найти в Москве библиотеке журнал «Сын Отечества» выпуск 65 от 1820 года при желании не составлять труда. При желании можно отыскать и подержать в руках подлинные архивные материалы по строительству, по деятельности Суханова. То есть он убеждает, что и Суханов был. Но если кто был в теме, кто занимался, вот смотрел давно, кто приходит на наши каналы и смотрел вот эти работы по поводу Суханова, там очень много всего было. Что это вообще какая-то легенда, просто вот смешная даже. По этому товарищу выдуманная, абсолютно выдуманная легенда про несуществующего Суханова, каменщика, который на глазок там все лепил, в Петербурге камни точал. На глазок вот круглые шары, которые есть на набережной Петербурги. Это вот тоже Суханов, но и колонны тоже на глазок. Он так вручную все это топориком. Вот такой гений был. Также любой желающий может проверить официальную информацию о строительстве собора. Строительство началось в 1818 году. Я даже сейчас вам показала, по официальной версии, только проекты. Первый проект в 1818, потом в 1825 году. Второй проект – это только проекты. Ну вот он уже вот пишет. Ну так найди, безлики Паулы, отыщи. Подержи в руках журнал «Сын Отечества». Это я ему отвечаю. Какие проблемы? Ты, любой желающий, вот и проверь официальную информацию и видео не забудь написать. И пришли ссылку обязательно со своими доказательствами. Вот тогда это будет честно. А пока ты просто тролль, который пасется на чужих страницах. И что я там найду? Он мне отвечает. Ту же самую статью, только с Ерами Ятиме. Она должна меня чем-то поразить. В библиотеках, фондах, редко книг я два года провер. В «Московские ведомости» и прочую дореволюционную периодику читал. Скоропись разбирал, в архивах работал. Кости камни в поле копал. Диплом перед Государственной комиссией защитил. Все как полагается. После этого я, парадокс, начинал дискутировать с человеком. Начинаю дискутировать с человеком, который точно знает все выходные данные статьи, имеет возможность взять в руки прямой источник и получить ответ на все вопросы. Действительно ли текст статьи совпадает с оригиналом? Когда статья вышла в печать, является ли автором тот самый «Декабрист Бестужев» или это просто его однофамилец? Но вместо этого ограничивается интернетной перепечаткой, начинает на ней строить гипотезы и гордо именует их фактами. И этот человек, которому лень дойти до библиотеки, проверить факты, прежде чем озвучивать свою гипотезу перед огромной аудиторией, которому лень погуглить слово «плоскодонка», называет меня защитником фасификации. «Пардоньте, пардоню, а кто знает, в каких архивах вы сидели, что вы там защищали, какие кости камни копали?» Судя по вашему профилю, одни мультяшные картинки, ни имени, ни лица. Так что пардоньте, но позвольте вам не поверить, если вы там в архивах ничего не найдете и искать не собираетесь, потому что и так все знаете, Самсона Суханова видели, с Монферраном беседы вели, и дискутировать со мной, дилетантом, вам не с руки, потому что вы-то все знаете, и поэтому считайте для себя возможным выдвигать обвинения без доказательств своего профессионализма, а только слова «был мол», «копал мол», «видел мол». Нет, безликий Паул, тролль вы, еще раз тролль, болтун. Вы меня извините, но я сомневаюсь в вашей адекватности уже. Мы написали буквально следующее. Видео основано на проверке только официальных дат и информации. Это ложь, вы ничего не проверяли. Вы знаете, где была размещена оригинальная статья? Вы проверили, что она в действительности существует? Что существует такой журнал, что у него есть 65-й выпуск, что он сдавался в 1820 году? Нет, вы не сделали этого. А что мешало? Вот же он, он дает ссылку. Кстати, я очень часто благодаря вот таким троллям, они меня просто развивали, потому что за вот этими липовыми страницами, аккаунтами находятся люди, которые действительно могут что-то знать, либо они консультируются, когда они на нас нападают. Им нужно было нас задавить, задушить в самом начале, чтобы обрубить у нас всякое желание заниматься историей, вот забить нас как бы своим этим профессионализмом, якобы, в кавычках. И они начинают подкидывать, они вынуждены в процессе вот такого диалога подкидывать интересные ссылки, потому что, ну, чтобы доказать-то свой профессионализм, как-то надо. Ну, и таким образом они, в общем-то, подсказок очень много дают, сами того не ведая. И они мне столько много интересной информации дали, помимо этой ссылки, то есть потому что, переходя по одной ссылке, ты можешь попасть на какие-то другие ресурсы. И просто я им иногда настолько благодарна вот за таким именно троллям. Ну, и вот дальше. Вы проверили, что там указанных страниц опубликована статья? Нет, а я проверила. Она там есть. Вы проверили информацию об авторе? Нет, а я проверила. Автором указан Н. Бестужев, может, Никита, может, Назар. Вот видите, он уже начинает сомневаться, потому что чётко говорил, говорили именно, что Николай Бестужев, именно он писал этот очерк. А вот теперь уже подходит Никита, вот он уже меняет. Кстати, в процессе вот этого спора он уже сам начинает менять свои показания. Потому что действительно, а вдруг, а кто это был? Почему это Николай Бестужев? А может, Никита, может, Назар? У вас есть основания отождествлять его из декабриста Николаем Бестужевым? Так это не я его отождествляла. Это на него ссылались. Мне, когда присылали ссылку, сделал блогер Гоблин. Он как раз сделал видео, читая книгу Николая, очерки Николая Бестужева. И вот с этого фильма я сделала свою первую часть. И вот у меня тут... У вас есть отождествлять? Это не я отождествляю. Это как раз официальные историки отождествляют. Вот, видимо, есть, а у меня нет, потому что в тексте в самом сказанном мне, как приезжему человеку, удивительно. Позвольте, но декабрист Бестужев, потомственный петербуржен, какую статью ему себя называть приезжим? Вот уже молодец. То есть он уже сам начинает противоречить официальным историкам. Тогда чего он ко мне пришёл и докапывается, что называется? Когда он уже встаёт на мою позицию, подтверждая тем, что это не декабрист, Николай Бестужев писал вот в этом самом посте. И дальше я ему пишу. «Однако зацепила. Нет, безликий пау. Кое-что я проверила, но спины у рта доказывать вам, отчитываться перед вами не буду. Ссылочку ваше проверю. Спасибо. Вот и вы потрудились. Это эго сработало. А то пришёл тут на чистую воду выводить». И ещё, если, как говорится, не лень вам, не балабовый, то ещё раз сначала ролик, посмотрите, в связи с чем он был записан. Зачем? Уж точно не для того, чтобы безымянного и неизвестного мне Павла зацепить за живое, чтобы он мне ссылки советских историков присылал, который уж точно знает всё про Самсона Суханова, которого и могилы нет, и никто ничего не знает, и только про маму его очень много чего известно. И чем дальше влез, тем больше информации про маму Самсона Суханова и про его молодость. Всё больше подробностей. Так что, по вашей версии, выходит, что Энн Бестужев может и не декабрист вовсе Николай Бестужев, а просто тёзка его с такими инициалами. Вы провели информацию об авторе? Нет. А я проверил. Автором указан Энн Бестужев, может Никита, может Назар. У вас есть основания тоже взять его с декабристом Николаем Бестужевым? Видимо, есть, а у меня нет. Браво, Павел, молодец. Вот это и требовалось доказать. Спасибо за нежданную помощь. То есть он подтвердил мою версию. Я в фильме говорю, что Николай Бестужев не писал этот очерк. И он это подтвердил. То есть это какой-то человек, который имеет отношение к истории. Вот за липовым аккаунтом там действительно дают вот эту информацию, кто за нами следил и кто нас. В общем-то, они сейчас за нами следят. За нами и ФСБ следит, это СБУ следит. И нам периодически вот ту муру всякую подкидывают. Ну, кому что? Кто клюется? Я где-то были моменты клевала. Ну, в общем-то, начинаю их распознавать. Уже, так сказать, набила руку, что называется. И вот этот Пау, покемон, я понимаю, что вы тоже проверили. Проверка стиля, текстологический анализ. Вы видите, что этот вот покемон не может такие слова знать. Видео все показано. Серьезный, качественный труд. Ого, видите, он уже тут эти самые. Уже мне комплименты начинают говорить. Ну, поймите, вы публично замахиваетесь на такие глобальные выводы, что тщательная проверка просто необходима. Архивы, первоисточники, все это существует. Поищите, какие были периодические издания в Питере в годы строительства. Библиотеки вам выдадут все эти журналы и газеты. Пролистайте, убедитесь лично, есть там упоминания о строительстве или нет. Далее ищите среди изданных мемуаров. Далее ищите в опубликованных письмах. Далее в архиве можно запросить документы Сената. Видите, он уже начинает давать мне даже дельные советы, как мне искать информацию. Прочитайте мои предыдущие комментарии. Вы уже и сами сомневаетесь, что автором очерка колонны Исаакиевского собора является декабрист Николай Бестужев, что и требовалось доказать. Вот и все. Это говорит о том, что иногда, это редко попадается, когда действительно достойная переписка, он безусловно тролль, но за этим троллем скрывается действительно человек, который что-то знает, который в теме, который слова знает, у которого есть образование. Это чувствуется по стилю. И сейчас они уже такие не приходят, потому что, в общем-то, мы вскрыли этот лед, начал Кунгуров в Ютубе, однозначно он один бился. Потом, насколько я понимаю, я подключаюсь, и очень скоро подключился. И Макаров же не пришел, председатель пришел, там Айспик появился. Очень много сразу пришло интересных блогеров. И пошел лавинный этот материал. А сейчас его, скажем так, настолько много, что люди уже просто стали тонуть. Но это не страшно. Вода камень точит. И в конце концов, истина, она все равно будет кристаллизовываться и выходить наружу. И это очень хорошо. Сейчас у нас такое время пришло, очень серьезное время. Сейчас такой переломный момент. Можно сказать, что это время очередной смуты. И в этой смуте, либо в этой муте, либо мы вырулим на свой светлый путь, либо погибнем. Погибнем. Здесь вот или-или, или-или. Но я вам обещаю, что мы вырулим. Мы обязательно вырулим, потому что по-другому быть не может. Так складывается история. Так постоянно она складывается. И она не может складываться иначе. Но нам нужно проходить вот эти темные коридоры, вот эту муть. Нам нужно ее стряхивать. Нам нужно учиться на собственных ошибках. И нести новое знание, вот кристаллизацию этого нового знания в будущее. И вот масочный режим, который сейчас проходит, это тоже опыт, это тоже испытание нам и кристаллизация новых знаний. Благодаря вот этому давлению, вот этой глупости масочного режима, мы стали изучать юриспруденцию, мы стали более активными, мы стали учиться защищать свои права. Вот благодаря троллингу, вот любым троллям, они нас тренируют, эти тролли. Не надо их бояться. Надо просто посмотреть, какую пользу они нам могут принести, какое знание мы можем получить. Потому что каждый раз мы можем не в негатив подать, а подумать, а что я буду знать, если я справлюсь с этой ситуацией. Я становлюсь кем-то большим. Человек таким образом развивается, поэтому, в общем-то, им получается спасибо, надо сказать, этим нашим учителям. Вот такой сумбурный, может быть, отчасти получился, но почему-то вот мне показалось, что надо было это сказать, надо было вытащить эту старую запись, чтобы на сравнение четырёхлетней давности, который подходит к сегодняшнему дню, вот как оно изменилось за четыре года. Просто колоссальные произошли изменения. Вроде бы кажется, что ничего не происходит, на самом деле колоссальные изменения. Мы все, благодаря интернету, благодаря тому, что мы мгновенно обмениваем все информации, мы очень поднялись, мы развелись, это реально. Просто, может быть, мы сами этого не замечаем, но я вот сравниваю то, что я знала четыре года назад и какая была как бы темень вот сейчас в сегодняшней точке зрения, сегодняшнему времени, смотришь, как мы, ну, мало мы знали. Мы тыркались, тыкались, мы просто интуисивно шли и шли. Мы не остановились и сделали правильно, что мы не остановились. Мы продолжаем эту работу исследовательскую, будем её продолжать, потому что там много лжи, там очень много лжи напластовано. Надо этот пласт за пластом убирать, подниматься. Но за четыре года это очень быстро, это очень большая скорость, поэтому не надо ничего бояться, мои дорогие зрители, ничего не бойтесь, образовывайтесь, потому что знание — это сила. Надеюсь, вам был интересен этот разговор. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. С вами была Галина Конышева. До свидания.